Начался сезон сбора ягод. В лесу уже поспела черника, на очереди брусника. С морожкой дело стоит хуже. Раньше в Мурманской области действовали заготовительные хозяйства, куда люди могли сдавать ягоды. Так учитывалось, сколько их растет. Сегодня учет урожайности ведется только в заповедниках – Пасвике, Кандалакшском, Лапланском. В последнем такая работа проходит с 1964 года. Там есть специальные стационары, которые включают в себя по 10 метровых площадок. По мере созревания собираются все ягоды. Они разделяются по видам и взвешиваются. Высчитывается вес одной и урожайность на единицу площади. Из таких ягод, как у нас, если перечислить черника, вороника, брусника, морожка, то у нас максимальный урожай – это у ягоды вороники. Вороника или ее называют шикша, водяника. Урожай у нее доходит максимальный до 1000 килограмм на гектар. Это по данным Лапландского заповедника. В этом сезоне в доставке будет черники и брусники. Морожка отстает. Болотная ягода часто вводит собирателей в заблуждение своим обильным цветением. Это не означает, что ягоды будет много. В этом году сильные ветра, дождь и низкая температура помешали опылению цветов. И урожай сошел на нет. Растут ягоды, которые не собирают, но их можно есть. В цвет сица окрашивает тундры арктоус альпийский. Арктоус альпийский размером с клюкву. Сначала ягоды зеленые, потом краснеют, потом чернеют. Ее очень активно поедает тундряная куропатка. Но люди у нас не собирают. Хотя она такая из семечки даже у нее внутри, у ягодки этой, как у клюквы, мелкие-мелкие такие. Но она для людей совершенно безвкусна. Хотя, может быть, иногда ее можно было бы набрать очень много. К таким же ягодам относятся, например, дерен шведский. Дерен шведский – это такое травянистое растение. Иногда она очень бывает крупной, размером с крупную бруснику. Она не ядовитая ягода, но ее даже птички не клюют. То есть ее можно спутать и собрать. Она очень часто растет в местах, дерен шведский растет вместе с брусникой. И можно перепутать. И собрать вместе, конечно, это нежелательно. То есть это уже ваши вкусовые качества варенья или ягод будут испорчены. Помимо съедобных ягод, растут похожие на них ядовитые. Те, кто занимается собирательством, должны их знать. Волчья ягода, жимлость татарской, вороний глаз. Эти ягоды есть нельзя. Вороний глаз похож на чернику. На стебле вырастает одна крупная ягода. Волчья лыка похожа на бруснику. Весной это растение источает приятный аромат. Но эта ягода также ядовита. Поэтому лучше собирайте простые, известные вам северные ягодки.